Письменный научный труд требует подготовки. Как сказал Блэс Паскаль, случайные открытия делают только подготовленные умы. Эту лекцию мы посвятим рассмотрению задач, которые предстоит решить на подготовительном этапе написания работы. Прежде всего нужно выбрать тему будущей работы, сформулировать и утвердить ее. Тема должна быть не только актуальной по своей значению, но и оригинальной, и интересной по содержанию. Речь идет и об авторском интересе. В противном случае автор не будет иметь достаточно мотивации для творческой работы. Часто в начале написания определяется рабочее название темы или ее направление. Четкая формулировка может проясниться в процессе работы над проблемой. Также необходимо подобрать и изучить основные источники по теме. Как правило, при написании реферата достаточно проработать 5-10 различных источников. Далее разрабатывается общий рабочий план или содержание письменной работы. А следующая задача – это составление библиографии, то есть списка выбранных вами и использованных в работе источников. После следует обработка информации. Она подразумевает выписывание и систематизацию цитат и ваших собственных мыслей, появившихся по ходу чтения различной научной литературы по теме. И, наконец, написание и оформление работы. Реферат составляется в одно целое, пишутся выводы и логически обоснованные мысли, так называемые мостики, соединяющие разделы и подразделы. Очевидно, что после определения с темой необходима библиографическая разведка, то есть поиск относящихся к теме источников литературы. При выборе темы для реферата курсовой или дипломной работы важно выбирать такую, которая имеет достаточное количество источников. Затем переходим к составлению общего рабочего плана нашей будущей работы. Рабочий план состоит из заглавия и содержания или плана. Первые и последние листы лучше набросать сначала. Разработать содержание и предварительные названия разделов и подразделов плана полезно на этом этапе, чтобы с самого начала ограничить поле деятельности. Для вас, как для автора, важно определиться, о чем вы собираетесь писать, а о чем нет. Конечно, в процессе работы формулировка названий разделов или подразделов может измениться. Но, по словам Умберто Эка, вы успешнее ее отработаете, если вам будет что перерабатывать. Если же для написания своей научной работы вы выбрали малоизученную тему или вообще не определились с темой, то вам будет крайне полезно послушать нашу следующую лекцию под названием «Выбор темы исследования».